Озеро Восток несколько миллионов лет. Если в нем есть жизнь, то она, возможно, развивалась по своему сценарию. Сейчас главная задача ученых – получить чистые образцы воды, без занесения микроорганизмов с поверхности. На протяжении многих миллионов лет вода этого озера не имела никаких контактов с земной атмосферой. Значит, эволюция живых организмов, которая происходила в этом озере, могла проходить по совершенно другим законам, нежели чем на поверхности нашей планеты. Ученые рассчитывают на сенсацию – найти в образцах воды неизвестные микроорганизмы. Ведь тогда можно будет говорить, на Европе спутники Юпитера тоже есть жизнь. Если жизнь все-таки может возникнуть в каких-то условиях, то самые необходимые элементы для этого на Европе, по-видимому, существуют. Сегодня Европа – главный претендент на обитаемость. Спутник покрыт льдом. Правда, в отличие от озера Востока, толщина льда на Европе не 4, а 100 километров, под которым огромные океаны. Расчеты показывают, что уже на глубине где-то 80-100 километров лед должен превратиться из-за высокой температуры и давления высокого в жидкую воду. Это предположение косвенно было подтверждено многими соображениями. Например, магнитное поле есть у спутника Европы. Оно может только в том случае быть, если электрические токи текут в недрах планеты. Поскольку железного ядра там нет, единственная версия, что это океан соленой воды. Условия для жизни здесь агрессивные. Большое давление, отсутствие солнечного света и космическая радиация. Но микробиологи не сдаются. Открытия последних лет показали – для развития жизни это не важно. Есть довольно большое разнообразие микроорганизмов, которые, как правило, это анаэробные организмы, которые развиваются, себя хорошо чувствуют в среде без кислорода. На исследование реликтовой воды уйдут месяцы. Но сам факт проникновения в подлёдное озеро Восток по значимости уже сравнивают с высадкой человека на Луну.